МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кровь, слезы, боль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня программа Дурли плюс один на втором международном фестивале тату во Львове. Хочу себе сделать татуировку. Видео? Иероглиф означает любовь. Как вы думаете, как на вашу жизнь повлияет смешение культур, когда к славянскому, можно я делаю вам комплимент, потрясающему телу, прибавляется вот немножечко восточной мудрости. Мне все говорят девушке, что я влюбляюсь сильно, и я нашел иероглиф любовь. Просто написать слово любовь, и это не очень хорошо выглядит. Иероглифом это лучше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Боль это не больно. Боль это не больно. Бильце. Не болище. Какая самая распространенная татуировка, вот вам, которую приходится делать? Да, навіть нема таких, але короче... А так? Иероглифы, так. А вот вы разбираетесь с иероглифом, который вы рисуете? Нет, китайской мовы я не знаю, или японской. Одной моей знакомой просто набили иероглиф вроде как сначала свобода духа, а потом приехал ее парень из Китая, говорит, что это рыба, зараженная глистами. Иероглиф! Не, ну то знаю... Школьницам можно одевать такую одежду? Есть девчонки и мальчишки, которые приходят, приводят маму, папу, а потом мама с папой даже остаются клиентами магазина. То есть приходит, например, девятиклассник и говорит, мам, пап, можно я буду уходить в этом? Это то же самое, как с татуировкой. Ты приходишь домой и говоришь, мама, я хочу татуировку сделать. Когда я сказал, мам, можно я сделаю себе татуировку, это был первый раз, когда я от нее услышал слово конченый. Как вы думаете, какие эмоции должны вызывать этот рисунок? У меня вызывает улыбку. Улыбку? Да. Ну, у меня, кстати, тоже вызывает улыбку. Она говорит, вот-вот умрет. Боль – это не больно. Боль – это не больно. Что вас привело на фестиваль татуировки? Как, что привело? Так, пришел сам. Сам пришел. Не привело, просто прочитал и пропетлял. То есть, ничего вас не брало за руку, не вело через улицы, через переулки и не привело вот именно в это место? Да. Вы сами пришли? Да. Здесь просто есть разные странные люди, они отъезжают, что их сюда что-то привело. Дурачье, да? Вот у вас осенняя тематика, да, на правой руке больше? Здорово, что здесь представлен кабинет по удалению татуировок. И вот уже в декабре месяце вы сможете удалить и сделать себе зимнюю татуировку. Ну, если вы будете идти, допустим, в плохом настроении, ну, мало ли что случится, да? А подойдут ребята, которые как бы смотрят за татуировками, да, на улице и скажут, друг, а что ты такой расстроенный, у тебя аж любовь написана. Как будет правильно им ответить? Чтобы меня бросила девушка. Тогда они как бы поймут вас и не станут, как бы, воздействовать. Не знаю. Ну, всего доброго вам с татуировкой вашей. Хорошо вам набить. Скажите, пожалуйста, какие ощущения вы испытали, когда впервые вот так вот гладили мужчину по груди? Когда я работаю, я не думаю. Все, что я сейчас ощущаю, это драйв, кайф и все, и же с ним. Ничего зазорного в этом нет, что вам приходится гладить мужчину по груди. Даже слово зазорное здесь неуместно. Вполне себе нормальная работа. Это не то, что вполне себе нормальная работа, это великолепная работа. Здесь же два этажа выставки. Вы нижний этаж уже успели осмотреть? Еще нет. Там в самом углу некрасивой девушки, а мастер рисует новое лицо. Ну, набивает ей новое лицо. Молодая, настоящая, такая очень красивая девушка она будет. Как ты зоу, а прям под нами, надо идти. Прямо подавляю. Обязательно посмотрите. Доброе. Дякую вам. Дякую вам. Как вы расцениваете, что в этом году организаторы пригласили такого мастера, как Владка Маркович из Польши? Ну, прекрасно. Ну, его же непревзойденная техника, он привязывает машинку татуировочную, ну, я думаю, мы не будем говорить к чему, и рисует вот то, что получает. Ну, вы знаете, это я, кстати, не в курсе была, это вы мне так рассказали. Ну, это прик такой он как бы. Ага, нет, ну, это будет забавно, почему бы тогда не посмотреть. Человек, на самом деле, уникальной судьбы, он картонный моделист известный в мире, ну, такого высокого уровня. И он собрал из картона женщину потрясающую, Владка Маркович, знаете, из Варшавы? Нет, не знаю. Который живет с картонной женщиной вообще. Он такой, как бы, немножко странный. Человек настолько увлекся моделированием. Найдутся ли вот желающие среди гостей фестиваля, чтобы Владка Маркович нарисовал на них свой шедевр? Я думаю, что вполне может быть. Среди той публики, которая здесь собралась, я думаю, что как бы, ну, скорее всего. Ну, есть странноватые такие ребята. В процессе набивания татуировки применяется вазелин, ну, для смягчения кожи. Как вы думаете, вот в среднем татуировщик за свою карьеру, скольких мужчин смазывает вазелином? По килограммам или по количеству людей? Живым весом. Тонн 20, наверное. Тонн 20 мужиков перемазал вазелином? Ну, почему нет? Вазелин, штука классная, везде помогает. Вы вот не наблюдали среди своих подопечных, да, что, например, сразу вроде как сверху смазывал вазелином? А потом... Ты издеваешься, да? Ты сейчас издеваешься, да? Вроде как сверху, да, а потом раз и... Нет, не наблюдал его. Нет, он только сверху мажет. У нас же мужики все. Здорово, что здесь сегодня так много двойников, вот, мертвых людей. Вот вы очень похожи на Эми Вайнхаус, да? Ну, я вот уже знаю. Здесь мы видели Ленина, двойника Пономарева, опять же. Я даже не знаю, что об этом сказать. Ну, потрясающе, что можно вот смешивать татуировку и, ну, действительно, вспоминать хороших людей, которые, к сожалению, ушли из жизни. Я же говорю, как Эми Вайнхаус. Ну, у меня это так вышло просто. Как Владимир Ленин и как Александр Пономарев. Да. Любовь, это не больно. Подпишись и дивись усі выпуски Дурнів плюс один першим.